Еду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки И бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит, я говорю, боже мой Все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Какая программа «Культурная среда» с Еленой Приваловой на М니까ке «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Балком Субтитры создавал DimaTorzok У нас в Латвии выпускаются яркие, заметные, такие интересные альбомы, записи, интерпретации классической музыки. Вот один из ведущих латвийских пианистов, Андрей Осокин, как раз-таки выпустил новый альбом, который называется Two Worlds, Два мира, посвященный двум выдающимся композиторам, Джорджу Гершвину и Клоду Дебюсси. И сегодня мы поговорим об этом альбоме, поговорим о выборе музыкальных произведений, о том, как он создавался, записывался, ну и вообще поговорим о музыке классической. Андрей Осокин с нами на прямой связи. Здравствуйте, добрый день. Добрый день, здравствуйте всем слушателям. Здравствуйте. Ну вот мы уже как-то затрагивали момент выпуска альбома, насколько это большое событие для музыканта, выход пластинки и насколько это важно сейчас во времена, может быть, как раз-таки пандемии, когда для многих слушателей возможность услышать классическую музыку или дома на компакт-диске, или, может быть, в Spotify, об этом мы тоже поговорим, туда тоже попали эти треки. То есть это вот является чем-то очень важным и значимым. Ну я думаю, что вы очень правильно уже упомянули, что это всегда большое событие в судьбе музыканта, выход диска, это всегда долгий проект, это всегда такое тщательное выбирание программы, потом запись, потом монтаж, какая-то обработка звука, чтобы он был таким, каким мне хочется, потом выпуск этого альбома. А сейчас из-за пандемии, так как концертов нет, или они, ну их стало меньше в сотни раз в Латвии, то это событие становится единственной соломинкой, которая удерживает эту связь со слушателями, потому что, ну иначе невозможно достучаться. А здесь есть возможность на очень хорошем качестве, с замечательным звуком, специально, вот очень хорошо сделанным, представить свою работу. И этот диск действительно, он является результатом пандемии, потому что именно в марте, когда все это началось, Эдгар Довар Таниссян, сооснователь Prima Classic и большой звукорежиссер, очень-очень известный и работающий в очень разных жанрах, совершенно виртуоз своего дела, он мне предложил, что ну давай что-нибудь запишем, что же ты будешь сидеть один дома и ничего не делать. Мне сидеть одному дома не хотелось, и поэтому я решил записать диск, и мы долго думали, что именно мы туда включим, какую музыку. Он, как американец, хотел что-то каких-то американских композиторов, ну вот мы остановились на Гершвине, а потом я захотел Гершвину добавить какого-то еще представителя такой классической традиции, большого гранта фортепианной музыки, и это оказался Дебюсси. Вот так вот и случилось это странное соседство Гершвина и Дебюсси, такого начала 20 века, такого очень декадентского французского и очень энергичного американского композитора, поэтому мы это все назвали «Два мира». Кстати, это название придумала замечательная наша певица, сопрано Марина Ребекка, она нам его предложила. И оно оказалось очень удачным для этого диска, а потом из-за того, что вот наш мир настолько разделился на до и после, оно оказалось удачным и для всего этого, всей той ситуации, в которой мы находимся. Есть какие-то воспоминания о том, как мы жили раньше, и есть вот этот наш сегодняшний мир с масками, с закрытыми магазинами и вот с удивительным каким-то абсолютным застоем в сфере настоящих живых концертов. Конца этому не видно, кто-то говорит, в сентябре начнутся концерты, кто-то говорит, в следующем году, кто-то говорит, через 10 лет. Поэтому, ну вот диск – это такая соломинка. А кто отбирал произведения? Понятно, что вот было предложение по композиторам. 24, по-моему, произведения на этом диске представлены. Вот как отбирались эти произведения? Кто, чей голос был решающим? Это зависело ли, может быть… Вот, да, мы даже можем увидеть, нам показывают. Они только слушают. Да, это 24 произведения, причем они идут в перемешку. Ди-Би-Си, Гершин, Ди-Би-Си, Гершин. Все произведения выбрал я, мы немножечко с Эдгарда советовались, но ему мой выбор очень нравился, поэтому он ничего не визит, ну, как-то сказать, не запрещал, не блокировал, как это можно сказать. Вот. И 24, почему это число? Ну, дело в том, что для фортепианной музыки это вообще такое священное число. 24 прелюдии Шопена, 24 прелюдии у Скрябина, и у Ди-Би-Си, и у Рахманинова. Почему 24? А потому что у нас тональности 24. 12 нот, в каждой по две тональности. Вот и получается. Здесь нет такого вот принципа, что до мажор, до минор, ре мажор, ре минор, что вот это вот именно каждая тональность покрыта. Все-таки эта музыка уже 20 века, иногда она вообще без тональности. Но вот идея 24 взгляда на тот мир, на мир перед и после Первой мировой войны, и, кстати, вот этой ужасной испанки, ужасной эпидемии, которую тоже там все пережили, и у Гершвина это, кстати, тоже очень интересная история, как он, так сказать, спасался от этого сразу после Первой мировой войны ужаса. И поэтому вот мне показалось, 24 идеи, 24 взгляда на тот мир, это будет хорошо. Эдгарда согласился, и как раз по хронометражу получилось там минут 70 музыки, что классика для компакт-диска, для CD-диска. Вот, ну вот так это вышло. Наверняка ведь еще, ну, лет, наверное, 10-20 назад музыканты зарабатывали при помощи издания дисков, и это был, в принципе, способ, ну, каким-то образом получить деньги, а не потратить их на запись. Но сейчас ситуация очень сильно изменилась. Вот продажи дисков, они как бы уступили место прослушиванию музыки и в Ютьюбе, и на все, возможно, другие, ну, стриминговых платформах. Вот насколько здесь, вот я не спрашиваю, там, может быть, с точки зрения финансов, не лезу в чужой карман, но просто насколько это важно для музыкантов, учитывая, что это скорее приносит расходы, чем доходы? Ну, это очень интересный вопрос. С дисками действительно было очень по-разному. В какой-то момент это был очень прибыльный бизнес, потом в начале этого века все обрушилось из-за того, что все стало доступно. В Ютьюбе вы можете посмотреть любую запись любого произведения в выдающемся исполнении, поэтому, как бы, вопрос, зачем вам тратить, там, 20 евро на то, чтобы купить диск, ну, этот вопрос стоит. И, соответственно, очень, ну, только, как бы, любители музыки, коллекционеры, у которых там стоит шкафчик, и вот у них там 100 дисков, а теперь вот они покупают 101 или 1001 диск. Ну, вот для них это важно, их, конечно, гораздо меньше. Поэтому это, конечно, стало абсолютно невыгодным, а убыточным. Но в последнее время идет волна в другую сторону. Вообще, я прошу прощения, слово «волна» сегодня воспринимается как что-то ужасное. Третья волна, четвертая волна. Но в данном случае, что я имею в виду? Во-первых, появились стриминговые платформы, вот вы уже упомянули Spotify и так далее, и так далее. В них за каждое прослушивание минимальная денежка идет и производителю, и, значит, самому исполнителю. Это уже зависит от контракта. И если этих прослушиваний очень много, это может составить некоторую сумму. Это во-первых. Раньше такого не было. Но и вообще благодаря, вот сейчас, может быть, я скажу что-то, что вашим слушателям не очень понравится, благодаря искусственному интеллекту, который как бы им нас пугает, но благодаря тому, что он очень четко и очень быстро узнает какие-то музыкальные идеи, ну вот буквально музыкальные фрагменты, которые где-то используются, если вашу музыку где-то используют, если вы, например, композитор, то вы за это получаете очень маленькую, но получаете денежку. То есть, в принципе, этот искусственный интеллект, он каким-то образом, и я думаю, что очень успешно, победил пиратство, которое мы уже перестали называть пиратством, мы это называем открытым доступом. Мы записали диск, потратили там много тысяч евро, а после этого этот диск везде, все слушают абсолютно бесплатно и даже удивляются, когда кто-то хочет за это какую-то денежку. А вот благодаря тому, что сейчас есть вот такая вот вещь, это постепенно немножечко меняется. И сейчас композиторы, особенно, я не композитор, я исполнитель, но вот особенно композиторы очень радуются, потому что если, например, какая-нибудь замечательная радиостанция «Болтком» или еще кто-нибудь хочет какую-то маленькую фрагмент их музыки, то эта музыка, она уже начинает что-то стоить, потому что нельзя просто так, понимаете, за 1 евро эту музыку получить. То есть вот здесь немножечко поменялось. Хотя, если говорить для исполнителей, рынок CD до сих пор, в принципе, конечно же, убыточный. Но единственная возможность – это продавать диски на концертах. Там их покупают очень много, но концертов сейчас нет. Поэтому таким образом не получается. Ну вот такая сложная ситуация, но в ней есть какие-то проблески надежды с неожиданной стороны, так что вот как-то можно сохранять оптимизм. Вот вы уже упомянули, и я упомянул этот Spotify-сервис, но интересно, что многие воспринимают его как скорее такой развлекательный для музыки, популярный, попсовый, я имею в виду эстрадный, или там скорее вот Тейлор Свифт, Риана, Джей Зи. Но тем не менее, вот насколько для… Spotify может выручать именно для поклонников классической музыки? Много ли там находится вот тех, кто слушает классику в этом стриминговом сервисе? И как отбирает вот этот плейлист Spotify, например, вот какие-то произведения с вашего альбома? Да, ну конечно, потому она и называется популярная музыка, от слова популярность, потому что ее слушают больше, максимальное количество людей. Да, но честно говоря, тут в каждой стране немножечко свои, так сказать, предпочтения. В некоторых странах Spotify очень сильно распространено, в некоторых меньше, но и доля классической музыки в нем есть, и она достаточно велика, во всяком случае, она в количественных показателях достаточно, так сказать, впечатляет. Конечно, это не миллионы просмотров, но тем не менее. И нужно сказать, что также я действительно очень рад, что у них есть различные плейлисты, связанные именно с классической музыкой, и 4 пьесы из этого альбома, 4 сингла, которые мы выпустили еще до выхода всего диска, они попали в эти плейлисты. Я уже не знаю, как они выбирают, но, видимо, им понравилось, или как-то им показалось это интересным, актуальным, может быть, еще как-то по каким-то причинам. У меня это была просто очень радостная новость, что вот такие самые лучшие, новые, свежие новинки классической музыки, многие пьесы из этого диска попали, и, соответственно, увеличилось количество слушателей, и просто увеличилось количество людей, которые этот диск услышали. А мне, как автору, как исполнителю, мне это самое главное, сколько людей услышит мою музыку, потому что я вполне готов играть концерт для 10 человек, но это какой-то жанр. А все-таки, когда тебя слушают тысячи людей, это как-то дает ощущение, что, может быть, это все-таки кому-то нужно, а это для любого музыканта очень большая такая мотивация работать дальше. Я получаю отзывы, я получаю отзывы из разных стран мира, что очень радостно, то есть мне пишут на разных языках, мне приходится с помощью, опять же, Google Translate это все переводить, но это действительно очень радостно, что люди слушают, что у людей есть какое-то мнение, им какая-то пьеса особо нравится, они что-то отмечают. Вот недавно, так сказать, французский отзыв получил я о том, что я играю в DBC несколько джазово, что меня очень удивило, но, с другой стороны, это интересный взгляд. Так что это здорово, что есть возможность, потому это называется платформа, есть платформа, в которой вы можете быть услышаны не только в своей стране или, так сказать, в своей квартире, где вы сидите из-за карантина, а во всем мире, несмотря на то, что границы во многом закрыты и многие границы закрыты, тем не менее что-то через границы все-таки распространяется. И это не может не радовать и не вселять какую-то такую надежду на будущее. То есть получается, что эта технология позволяет смотреть поверх барьеров и даже, например, если раньше диск, скорее всего, был бы известен, продавался бы в рамках страны, то именно вот такие сервисы, они позволяют преодолеть эту, может быть, ограниченность, я имею в виду ограниченность, вот слово граница, границы государственные, и подарить миру свое производство. Да, безусловно, физический объект, диск, чтобы его продать, нужно его поместить в магазин какой-то конкретной страны, будь то Германия или Америка или Китай или Россия. Если же у вас есть Spotify и любой человек со своего компьютера, у которого есть эта программа, при том, что мы говорим про Spotify, есть же еще много платформ, я даже, может быть, не знаю, Apple Music и многие другие, которых я даже не знаю, названия, а на них эта музыка есть, они могут это слушать или услышать, и это здорово, это здорово, это действительно как-то переходит, ну, преодолевает границы. Это, безусловно, прекрасно. А вот возвращаясь, может быть, к моменту записи альбома, как, вот мы говорили о том, что вы выбирали эти произведения, как записывался диск? То есть, вот как выбирался зал, в котором будет происходить запись, на каком рояле записывался диск, здесь были ли какие-то свои нюансы? Да, ну, изначально идей было очень много, и когда еще до начала пандемии мы, в принципе, о чем-то таком говорили, но на будущее были мысли и записи в Америке, потому что Prima Classics, которая выпустила этот диск, вот она является американской компанией, и вот хотелось как-то, может быть, да, в каком-то интересном зале, но карантин и пандемия, все эти планы немножечко изменили, поэтому мы решили записывать в Латвии, мы посмотрели разные возможности, и именно вот это вот сочетание очень хорошего рояля и очень хорошей аппаратуры, ну и плюс возможности, ну, как бы сказать, дойти до этого места пешком, потому что мы записывали в апреле, в мае, когда, ну, поехать в другой город было очень сложно, прошлого года, вот, и мы выбрали студию Латвийского радио, то есть, легендарное место, где записывается очень много замечательной музыки, где частым гостем является маэстро Раймонд Пауз, и, кстати, он заходил, слушал Гершвина, как-то что-то там сказал, что-то такое одобряющее, что мне было очень приятно, вот, и, конечно же, Марис Брешкаунс и так далее, и так далее, вот, так что мы записали это там, мы, я был очень доволен возможностями, Эдгард Вертонесян, ему понравился там огромный пульт, и так далее, и так далее, правда, он притащил еще 24 своих микрофона, и, соответственно, мы могли очень долго выбирать, ну, звучание, характер звучания, и поэтому, что интересно, еще на этом диске два композитора, и каждый композитор, звук его музыки немножечко по-своему сделан, то есть, если, например, у Гершвина этот звук более такой агрессивный, может быть, более такой радостный, яркий, певучий, мелодичный, то у Дебюси он немножечко матовый, немножечко как в дымке, в тумане, так что вот если слушатели послушают, сравнят, они почувствуют эту разницу, да, мягче звук Дебюси такой, он волшебный и немножечко таинственный, да, потому что это была эстетика импрессионизма, это было вот то, что, как мне кажется, должна звучать эта музыка. Вот таким был процесс, мы записали сначала в апреле-май, потом была пауза на прекрасное лето, полное концертов, уж не знаю, будет ли таким прекрасным это лето, которое наступит, вот солнышко на меня светит, так что лето наступит, безусловно, а как мы будем играть концерты, пока неизвестно. И потом, когда осенью опять начался локдаун, второй уже очень серьезный, с большими цифрами заболевших, тогда мы это закончили, уже замонтировали, и диск был готов. Ну вот таким образом это получается целый год, потом, пока он появляется на всех платформах, пока я уж не знаю, как они его там слушают, одобряют, и что-то там какие-то вещи происходят, это скорее вы можете спросить у Эдгарда, он в этом очень хорошо разбирается, ну и весной этот диск вышел. А сколько вообще сессий пришлось записывать, вот каждого произведения, например, записывались ли они с одного раза, или какие-то приходилось вещи несколько раз записывать, выбирать? Ну, в данном случае, как бы преимущество записи диска в том, что вообще-то жанр такой записи предполагает очень много вариантов, при том, что не потому, что я не могу с первого раза сыграть все ноты правильные, а потому что мне хочется самому поискать, поэкспериментировать, то есть делать то, что в концертном зале, ну у меня есть один момент, я выхожу и играю один раз, соответственно, я должен настроиться на то, чтобы этот раз был самым лучшим. А здесь я могу поискать, я могу рисковать больше, чем на концертной эстраде, где мне все-таки нужно сыграть все ноты, здесь я могу попробовать какие-то экстремальные темпы, экстремально тихие, экстремально громкие звучания, какую-то совершенно новую концепцию всего произведения, если вдруг у меня какое-то такое радостное настроение, то, может быть, эту пьесу надо сыграть более радостно, а может быть, наоборот, здесь есть какая-то скрытая грусть, которую раньше я не замечал. То есть это очень творческий, очень интересный процесс. Недаром знаменитый пианист Глен Гульд говорил, что из часа времени, который он находится в студии, трогает рояль, он минут шесть. Все остальное время он слушает, думает, выбирает и так далее, и так далее. То есть это не так, что он сидит, 60 минут играет, и потом кто-то за него слушает. Так что в этом это совершенно другой жанр, совершенно не похоже на концерт. И после того, как мы записывали, наверное, это было раз, два, три, четыре дня, и один день еще немножечко одну пьесу мне хотелось добавить, и это было уже осенью, то есть, соответственно, это получилось там на четыре с половиной дня, вот что вполне нормально и стандартно для записи диска, но потом мы очень долго все это слушали, очень долго выбирали варианты, и здесь именно из-за того, что я сделал очень много версий, Эдгарда сказал, чтобы я выбирал, потому что все звучит хорошо, а какой вариант именно самый лучший, вот что мне там хотелось этому сумасшедшему пианисту, ну вот пусть он сам выбирает. Так что я это послушал, что-то выбрал, многим был очень удивлен, и некоторые записи мне кажутся вообще, как будто это не я играю, потому что у меня не было такой идеи по поводу этой пьесы, а вот она пришла как-то вот благодаря экспериментам в студии. Ну вот таким образом это происходит, и потом долго что-то мы монтируем, какие-то пьесы мы практически не монтировали, вот они как бы один тейк, вот он и есть. Вот так что это по-разному, а где-то собирали из маленьких кусочков, которые мне нравились. Так что все это по-разному происходит, но результат именно такой, который мне нравится. А я не совсем понял, вот из маленьких кусочков, то есть начало пьесы может быть из одного дубля, а финал из другого? Да, 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 да. И более того, дубль может не быть целиком пьесой. Например, я хочу как-то особо интересно сыграть первую тему. Я ее играю там, не знаю, пять раз. Мы ее записываем, я выбрал, что вот этот раз мне нравится больше всего, и дальше мы эту первую тему добавляем уже к всему произведению. Просто мне хотелось какого-то очень свежего исполнения, такого незаигранного. Не так, что я начинаю пьесу и уже думаю о том, как она закончится, а так, чтобы вот это было как-то неожиданно, и как будто вот прямо вот импровизация, вот как будто вот сейчас рождается эта идея. Вот мне хотелось такого, например, в «Прелюдии Дебюси» «Девушка с волосами цвета льна», или «Мне хотелось такого в некоторых песнях Гершвина», или «Мы много искали», у нас получилось из разных тейков разные части пьесы «I Got Rhythm», знаменитая пьеса Гершвина, есть записи Гершвина, как он играет эту пьесу сам в 20-30-е годы, в 20-е, да, и получается очень интересно, что он ее каждый раз немножко импровизирует. Поэтому я там тоже немножко добавил свои импровизации, этих импровизаций в каждом тейке было, они были разные, потом мне надо было выбрать. Вот мы в целый тейк поставили вот какую-то ту импровизацию, которая мне показалась самой такой безбашенной и интересной. Ну вот как-то так это происходит. Да, то есть получается, что это вот практически вот какое-то сильное отличие от концертной записи, потому что здесь можно ее каким-то образом собрать и сделать какое-то совершенно что-то другое. Да, да, конечно. Не всегда получается и необходимо собирать. Иногда хорошо, когда мысль идет от начала до конца, абсолютно как бы не прерывается какими-то вставочками в некоторых произведениях. А некоторые произведения, особенно, например, у Дебюси, у него была такая техника композиторства, композиционная техника, что он очень любил сочинять музыку по маленьким фрагментам. Он пытался отойти от этой великой немецкой традиции, когда музыка – это философия, когда четырехчасовая опера Вагнера – это одна цельная идея с начала до конца, нельзя ни одной ноты ни добавить, ни убрать. Более того, эта четырехчасовая опера – это или есть только часть тетралогии, которая, в принципе, тоже является единым целым. Вот эта вот философская, огромная такая глобальная вселенная музыки Вагнера, или музыки Брамса, или музыки Майлера, ему это было совершенно чуждо, ему хотелось, чтобы музыка была полна удовольствия, полна радости, полна танцевальных ритмов и полна неожиданных изменений. У него есть очень много мест, где музыка идет нормально, а потом вдруг начинается какой-то совершенно другой эпизод, как будто другой композитор написал. Как будто сначала писал Дебюси, потом пришел кто-то другой, там Равель, например, потом пришел Шибрио и что-то там добавил, потом Стравинский несколько ноток написал, а потом Дебюси взял все это и дал редактору. Вот есть такое ощущение у некоторых его произведений, и мне хотелось это передать, и таким образом здесь мы можем действительно пьесу разделить на много фрагментов и ее записывать по фрагментам. Так что очень по-разному можно. Насколько, вот я еще не спросил про музыкальный инструмент, все-таки вот это был, получается, рояль, стоящий в студии Латвийского радио, да? Да, это рояль Раймонда Паутса, который ему был подарен, замечательный Стенвей, который он от своей щедрости подарил Латвийскому радио, и теперь все, кто там делают записи, именно на этом рояле могут записывать, и он в очень хорошем состоянии, потому что его, по-моему, не разрешают оттуда вывозить на какие-то концерты там под открытым небом, даже, по-моему, на концерты на Домской площади используют другой инструмент, хотя тоже эти концерты как бы под эгидой радио, радио латвийского. Ну, да, да, так что это был тоже такой легендарный инструмент, поэтому я и говорю, что Раймонд всегда заходит, смотрит, кто играет на его инструменте, чтобы как-то видеть, чтобы не было какого-то такого неправильного отношения. Вот сейчас у меня тоже был видеоконцерт в этой студии 19 апреля, где я играл музыку латышских композиторов, и про нее мы беседовали с директором радио-классика Гундой Вайвода, и тоже Раймонд Владимарович пришел, сказал, чтобы мне дали инструмент, как будто иначе бы мне не дали, а может быть, действительно, без его разрешения мне бы не дали инструмент, мне пришлось бы играть на коленках, вот, так что это было очень приятно, и я вот пользуюсь эфиром, желаю многих лет и многих прекрасных концертов этому выдающимся музыканту. А насколько легче, например, записываться, я понимаю, что в одиночку или же в составе, вот, скажем, с оркестром, когда компонируют другие музыканты, вот здесь возможность, я понимаю, полностью контролировать процесс, там останавливать, или когда вместе музыканты они что-то могут добавить, могут еще привнести какие-то моменты вдохновения? Да, когда играют несколько музыкантов, то самое главное, это чтобы результат был в каком-то смысле не похож на каждого из них в отдельности, чтобы это был какой-то синтез, какая-то синергия разных начал, и этот результат, этот ансамбль, это был вот-вот-вот никогда более неповторимый момент, потому что каждый добавил что-то свое, но это свое превратилось и начало жить своей жизнью, и это уже, вот поэтому говорят, замечательный ансамбль, да, как говорят про легендарные струнные квартеты, будто Бородинский квартет, или там какие-то американские замечательные, Гварнери и так далее, то есть это как один организм, и по сути каждый отдельный музыкант, он музыкант, но вот вместе они как такой, если это квартет, и это четырехголовый такой-такой Франкенштейн, но невероятно прекрасный, с душой полной цветов и радости. Если этот процесс происходит с оркестром, то здесь, конечно, сложно, потому что очень много, ну, техническая работа, потому что вы не можете сто раз сыграть, вы должны, в принципе, сыграть много раз, и каждый раз должен быть замечательный, потому что, может быть, вообще не вы будете выбирать тейки, более того, эти тейки, может быть, будут выбирать по тому, как звучит струнный, или как звучит гобой, а, так сказать, пианист все равно играет хорошо, и, соответственно, каждый раз должен быть абсолютно идеальным, чтобы не было такого, что все вот в тот единственный раз, когда все сыграли хорошо, у пианиста красная нотка, да, Вот, то есть тут, конечно, своя специфика, это сложнее, на мой взгляд, это не такой свободный творческий полет, как запись диска, когда ты записываешь сам, и поэтому мне очень нравится записывать диски самому, но у нас есть диск Триосокина втроем, так что тоже такой замечательный опыт, так что я должен сказать, что по-разному бывает, и, ну, все записи интересны, все записи хороши. — А вот такой вопрос, если мы говорим о записи альбома, который происходит в студии, и практически нет аудитории, то есть присутствует ли кто-то во время все-таки записи, чтобы создать это ощущение хоть какого-то контакта или понять по реакции «Вау, вот это было замечательно, прекрасно», хотя бы вот по блеску глаз, или лучше сосредоточиться, и чтобы никто не мешал, например? — Ну, опять же, в случае, если много участников, очень хорошо, когда есть люди, которые слушают, и которые, как бы, каждый слушает свою группу инструментов. Например, если это оркестр и фортепиано, то кто-то слушает вот специфически, как звучит оркестр, вот по каким-то своим тонким деталям, а кто-то слушает, как звучит фортепиано, да, и, соответственно, они говорят звукорежиссеру или кому-то, кто такой, второй режиссер, который отмечает, что этот вариант удачный там вот для этих музыкантов, этот вариант интересный, этот вот какой-то менее удачный и так далее, чтобы потом как-то можно было это все смонтировать. Если же диск и исполнитель только один, как вот в этом диске «Два мира», то тут, конечно, можно кого-то приводить, слушать, если только люди сидят невероятно тихо, или они сидят в студии и слушают, так сказать, в наушниках вместе со звукорежиссером. Но, в принципе, это была такая вот работа вдвоем, звукорежиссер и я. Несколько технических людей, которые помогали установить микрофоны, но, в принципе, да, работа вдвоем, я и звукорежиссер. Мне приходил мой папа Сергей Осокин немножко послушать, приходила нам, так сказать, принесла замечательное кофе Марина Ребекка и послушала, и сказала, что ей нравится, и замечательная музыка Гершина. Вот, это было очень приятно, такое неожиданное, скажем так, неанонсированное визит, визит такой оперной дивы. Но, в принципе, да, это работа вдвоем, и тут, ну, как бы ты настраиваешься на то, что ты играешь микрофону, а за микрофоном есть это воображаемое, воображаемые слушатели. И здесь еще есть одна тонкость подобной записи, ну, я вам рассказывал, вы прекрасно, как человек, связанный с радио, прекрасно это знаете, но, может быть, не все слушатели обратили внимание, что когда вы слушаете концерт, ну, во всяком случае, раньше так было, вы сидите в зале, где много людей, то есть есть какое-то такое коллективное прослушивание, и как реагирует ваш сосед, вам это важно, да, если всем очень нравится, как-то, может быть, на вас это воздействует. Если все скучают и кушают конфетки, и те, ребят, программки, может быть, вам будет сложнее слушать. В случае же диска есть ощущение очень такого интимного разговора тет-а-тет, то есть слушатель и музыкант. Я предполагаю, что многие люди слушают этот диск в одиночестве или, может быть, там, вдвоем или втроем, но не в количестве 300 человек, да, они включают Spotify или ставят диск в свой какой-то CD-проигрыватель или там еще каким-то образом, да, то есть, в общем, количества слушателей очень немного, и поэтому это очень интимное обращение не к большой аудитории, а к каждому конкретному человеку. Как бы я прихожу в ваш дом и играю лично вам этот концерт. И в этом есть какая-то особая доверительность интонации, которая, на мой взгляд, крайне необходима дискам фортепианной музыки. Именно такая доверительная. То есть не интонация такого царя или демиурга, который создает мир, которым вы восхищаетесь, виртуоза, потому что в данном случае мы уже говорили, что все можно собрать из кусочков, поэтому виртуозность немножечко относительная становится. То есть это не так, как ты выходишь на эстраду, играешь что-то невероятное, и вот у тебя все получается. Это просто удивительно. А, соответственно, вот такая доверительная интонация, она здесь является невероятно важной. Она является важнейшей. Более того, она крайне важна и для того, чтобы человек не отвлекся на что-то, не пошел готовить себе кофе, и не стал сидеть в телефоне смотреть какие-то новости, и твоя музыка не превратилась в фон, который тоже возможен. Но мне все-таки хотелось бы, чтобы она была как очень какое-то большое переживание, а не просто фоновое, какая-то вот где-то что-то звучит. Хотя я думаю, что слушают по-разному. Вот вот эта специфика диска, и, кстати, тут в данном случае тоже очень многие музыканты, и Гуди Минухин прекрасно именно об этом говорили, о том, что диск – это разговор тет-а-тет. Это не обращение к огромному колизею, где вы один против огромной толпы, и она ждет зрелища от вас. А здесь это что-то очень такое трогательное. Вот этим мне диск тоже нравился. Напомню нашим слушателям, что мы беседуем с одним из замечательных наших латвийских пианистов. Андрей Асокин выпустил диск от свой новый альбом «Two Worlds. Два мира», и он посвящен двум выдающимся композиторам – Джорджу Гершуину и Клоду Дебюсси. Вот вы говорили, да, что не хочется, чтобы это звучало фоном, хотя есть и такое же ведь направление как раз изи-лиснинга, где просто вот играются какие-то мелодии, как сопровождающие в ресторане музыка. И так, ну вот мы, наверное, вот как раз-таки сталкиваемся с тем, что как есть в кинематографе произведения, которые люди просто хотят включить в пятницу вечером для того, чтобы отдохнуть после рабочей недели, и есть произведения, которые требуют вовлеченности, какого-то сопереживания, какого-то зрительского труда. То есть, наверное, это тоже очень важно, это выделяет просто ремесленника, который выполняет свою работу как развлекатель, что тоже, в принципе, достойно уважения, и человека, который пытается что-то сделать в своей манере. Вот я понимаю, что, как каждый актер, наверное, играя роль Гамлета, пытается привнести что-то свое. Вот вы упомянули о том, что пришлось из Франции, например, вот в какой-то комментарий там от слушателей, что вы играете в Дебюси несколько джазового. Вот насколько была важна для вас вот эта авторская какая-то трактовка музыки, чтобы было понятно, что это не просто ознакомление с произведениями Дебюси и Гершевина, потому что играли огромное количество популярнейшие произведения, играли очень много известных, выдающихся композиторов, вот чтобы остался именно какой-то авторский стиль исполнения. Да, безусловно, это важно, особенно сейчас, когда записей, как вы правильно сказали, очень много, и вы можете послушать очень много версий одного и того же произведения, важнейшим становится вот какое-то такое очень личностное отношение к произведению, очень индивидуальное, индивидуальный подход к каждому композитору или каждому произведению, которое вы играете. И, конечно, это тоже важнейшая тема. Я думаю, что этот диск вообще интересно соединяет в себе очень серьезную музыку и, кстати, малоиграемую музыку, потому что не вся музыка Гершевина настолько популярна. Там есть, например, семь прелюдий, из которых известно только три, а четыре остальных практически записей можно посчитать на руках двух рук, на пальцах. То есть получается, что очень интересно сочетается сверхизвестная музыка со всем неизвестными опусами. Получается, что как бы мы по-новому смотрим на этого композитора, как на более разнообразного композитора, который не только написал две знаменитые темы и рапсодию в стиле блюса, там, оперу, порги и пес, а что там очень много каких-то очень интересных исканий и так далее, и так далее. И то же самое у Дебюси. Какие-то пьесы очень известны, как «Лунный свет», а какие-то менее известны, как, например, «Прелюдия, что увидел западный ветер», вообще не похожая на Дебюси. Или «Кукольный кокок», который похож скорее на Гершвина, такой джазовой манере написан, хотя это Дебюси, это пьеса, которой диск открывается. И чтобы подчеркнуть какое-то особое свое отношение, два последних номера этого диска – это мои такие немножечко транскрипции, фантазии на тему Гершвина, и последнее – это на тему и Гершвина, и Дебюси. Они никогда не встречались в жизни, но, возможно, после нее у них была возможность как-то пообщаться. В данном случае они как бы встретились в диске, но тоже каждый предложил свои произведения. И в последнем номере этого диска, в 24-й пьесе, я соединяю этих двух композиторов, как бы даю им возможность поговорить. Там звучит музыка Дебюси и из «Лунного света», и из арабески, и другие пьесы, и там звучит знаменитая песня Гершвина «The man I love», «Человек, которого я люблю». Соответственно, вот там есть как бы такая возможность общаться. И это как бы, ну, как такой конклужин, завершение всего диска, завершение всей этой идеи. И в этом действительно индивидуально, потому что это вот я сочнил, по сути, эту музыку. То есть я взял их темы и сочнил такую виртуозную транскрипцию. Вот, как бы, если вы, такой ответ на ваш вопрос. То есть да, это очень индивидуальное, конечно же, слушание. И я надеюсь, что оно вызовет и радость, и удовольствие, потому что эта музыка полна красивых тем, удовольствия, очень ярких гармонических ходов, ярких каких-то образов, очень много любви, очень много танцевальных элементов. И в то же время это такой интересный взгляд на этих двух композиторов, очень непохожих, но в чем-то очень родственных. В том, что они ищут новые пути развития музыки и цивилизации, импрессионизм или этот джаз, который так воспел Гершвин в начале века. И вот мне кажется, что сейчас для нас тоже мы ищем эти новые ростки нового мира, который наступит, и мы очень ждем, когда мы, наконец, снимем маски. И каким будет этот мир, мы не знаем, но мы можем как-то предугадать, мы можем почувствовать это. И вот мне кажется, что вот это ощущение, оно роднит нас с ощущениями начала XX века, только единственное, что я надеюсь, что век XXI не будет таким трагическим и не будет с такими войнами. Но вот в смысле культуры, развития, я очень надеюсь, что это какие-то новые ростки, они, безусловно, появятся. Я вот в это очень верю. Где можно приобрести этот диск, ознакомиться с этой музыкой? В Атрии он продается в магазине УПЭ, также его можно заказать в Амазоне, его можно слушать на очень многих платформах, на Apple Music, на Spotify, вот таким вот образом. И также его можно приобрести на всех моих концертах, когда они появятся. Я очень надеюсь, что этим летом в той или иной форме концерты со слушателями, с теми или иными ограничениями все-таки начнутся, потому что пока у нас концерты только в видео формате. Вот у меня будет концерт в Резак на 7 мая, где будет программа Бетховена, вот тут афиша висит, но, так сказать, концерт будет в видео версии, по-моему, даже бесплатно, все могут послушать. Там будет очень много интересной музыки, в том числе лунная соната, а диск можно будет купить, когда концерты будут уже живьем. Я очень надеюсь, что мы будем держать в курсе наших слушателей, обязательно, вот когда уже подойдет время концертов, еще раз встретимся, и, может быть, уже пригласим слушателей на живые концерты. Андрей Осокина, спасибо вам большое, Андрей, за такую прекрасную беседу. Я напомню, что с нами был один из ведущих латвийских композиторов, Андрей Осокин, и диск, новый альбом, который он выпустил, «Two worlds, два мира», вот как мы уже сказали, с музыкой Джорджа Гершина и Клода Дюбюси, доступен для и приобретения, и прослушивания. Хорошего дня, хороших творческих, прекрасных успехов, до свидания. Олег, вам также, счастливо, спасибо за приглашение. И мы завершим, наверное, наш разговор, вот буквально еще одним произведением «I got written» с этого альбома. Спасибо. А, ну или не завершим. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok